Один короткий вопрос. Вы говорили по удоволновскому спуску, что там какая-то компания не выполнился. Я с ней буду договориться. С учетом того, что произошло на нем, скажите, как, в каком этапе эти переговоры и, может быть, вы назовете эту компанию? Давайте мы не будем, потому что я вообще, во-первых, могу ошибиться сейчас в названии. Я подготовлю, посмотрю, я секрета из этого не делаю. Мы хотим просто понять, почему это не было сделано, если там какой-то, может быть, уже правоприемник должен быть у этой компании. И обязательно разберемся, разбираемся сейчас. А что касается доволновского спуска, проблема там и в этом, ну и почему не делая вас раньше. Потому что проекты достаточно дорогостоящие. Не просто дорогостоящие. Поменять просто этот коллектор по доволновскому спуску и переться дальше в Приморскую улицу. Это полдела. Нам необходимо было увеличивать диаметр и идти по улице Приморской для того, чтобы выходить дальше. Но это, если поступать по уму, вот так, четко, планово, не планово, глобально. Это первое. Второе. На доволновском спуске вы видите, какая там разруха, потому что все дома, в том числе бывшие коммунальные собственности, распроданы. И не только коммунальные, но и государственные собственности были там предприятия. Распроданы. Это частная собственность. Конечно, при ремонте и проведении работы мы должны четко понимать, что там будет происходить, какая стройка. Неоднократно мы пытались связаться с кем-то удалось, с собственными кем-то изданиями, для того, чтобы скоординировать свои действия. Скоординировать свои действия, в том числе выделение средств. И наша задача стоит не только привлечь еще частный капитал, привлечь тех, кто там заинтересован, частных собственников этим долгом, для того, чтобы они солидарно поучаствовали с нами в ремонте, реконструкции, проведении водоотведения, водооснабжения в том числе. Поэтому достаточно сложная задача. Вижу, что желание привлечь средства пока у нас не находят такого отзыва, или мы не нашли вариантов таких. Поэтому будем закладываться, наверное, и будем сами приступать к работе. А дальше будем выстраивать отношения. Хотя, конечно, не хотелось бы. Я считаю, что это несправедливо. Потому что многие проблемы, связанные с теми собственниками, которые приобрели здания, забросили их, и считают, что это экономически сегодня невыгодно. Но для этого не должен страдать город, потому что у нас закрыта самая улица, которая могла бы также, в частности, разгрузить движение.